Землю дали, а строить на ней не дают. Еще в 2015 году многодетная семья Коршуновых получила участок в деревне Фелисово Приволжского района. Супруги воспитывают пять детей, проживают на данный момент в служебной квартире мужа в Иванове. И вот решились на свой дом. Обратились за разрешением на строительство в администрацию Плёсского городского поселения. На что они нам сказали, что разрешение на данный момент не выдать не могут, потому что нет денежных средств. На план землепользования и строительства. И сказать сроки, когда будут денежные средства на это, они нам никаких сроков, ничего не оговаривают. Вот такой ответ Коршуновы получили от Департамента строительства и архитектуры, где им еще раз объяснили, выдача разрешения на строительство не допускается при отсутствии правил землепользования и застройки. В отношении деревни Фелисово они отсутствуют. Разработка не осуществляется в связи с недостатком средств в бюджете Плёсского городского поселения. Внимание, вопрос. Почему многодетную семью не предупредили об этом раньше? Получается, просто поставили очередную галочку в отчете, и можно без зазрения совести отрапортовать губернатору землей многодетных. Обеспечили. В этом году мы хотели сделать фундамент, поставить забор, ну какие-то такие вот мелочи, и уже там ориентировочно смотреть, как строить дом. То есть проект дома мы уже нашли, то, что нас устраивает, но теперь остается только за разрешением на строительство. Многодетным положены лесоматериалы. Без разрешения на строительство их тоже не дают. Невозможно подвести к участку и коммуникации. Словом, руки связаны. В Плёском городском поселении нас заверили. Проблема будет решена. Региональный департамент строительства и архитектуры в курсе сложившейся ситуации. Буквально на этой неделе прошло совещание по данной теме. Где было выработано решение о необходимости подготовки не только правил землепользования и застройки по деревне Фелисово, но и генерального плана. В пятницу этой недели будут еще дополнительно проведены консультации с проектной организацией уже для детального решения этого вопроса по стоимости и по срокам подготовки этих необходимых документов. Цена вопроса, а главное время, пока не ясны. Прогнозы туманны. Этот, а может быть, следующий год. Вот и остается у многодетной семьи только смотреть в чистое поле и представлять собственный дом. Елена Белова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжский район.